приветствую всех на канале сегодня тема весы весы мне понадобились в мастерской моей для того чтобы взвешивать те покупки которые приходят с китая например припои флюсы и кроме того для того чтобы подсчитать количество допустим где ради детали который приходит россыпью есть мы знаем единицу сколько весит одна штука и общий вес то разделив мы получим количество тем самым избавиться от необходимости считай и так далее то есть весы необходимость поэтому я постарался выбрать весы которые не ударит больно по карману и в то же время будут достаточно точными достаточно популярными и выполнять вот предназначены функции вот перед вами на ваш суд на наш обзор три типа весов причем эти весы взаимно не конкурирует не исключает почему потому что пределы разные здесь это более точные весы и рассчитан до 200 только грамм это да эти весы рассчитан до 5 килограмм точность падает но и самые мало точные вот эти ручные весы но они позволяют до 40 килограмм взвешивать например в поездках вот надо брать вот такие весы чемодан который должен не должен превышать 20 килограмм жена набирает покупки и потом происходит конфликт поэтому чтобы этого не было берем в поездку такие весы но и мастерской крупные как бы продукты крупные изделия мы можем взвешивать вот именно этим весами давайте последовательно их рассмотрим вот эти весы пришли в коробке коробка такая как продается заводская но к полиграфии конечно не очень так но для нас это не важно температура где работа от 10 до 30 градусов можно сказать комнатные через 30 секунд он автоматически выключается вот есть система для учета тары допустим чем-то мы взвешиваем и это учитель инструкция к счастью есть инструкция написано на английском языке вот она перед нами так что можем ее почитать так попробуем разобраться без инструкции вот наши весы весы упакованы в коробочке отлично так значит открывается так это помогает носить в кармане да это что не повредить вот сами весы у коробочка функционирует качество конечно к корпуса терпимая скажем так пределы 200 грамм точность 1 сотая грамма это очень хорошо то есть можно измерять ювелирные изделия но если не учитывать что как бы эти погрешности давайте рассмотрим их сначала я батарейки поставить как видно батарейки это два элемента и и и и то есть 3 а самые маленькие батареечки так ну к счастью это распространенный библии батареечки поэтому проблем нет зарядили открываем и посередине у нас включение кнопка включается так поставим его на ровную поверхность подождем подождем сколько он времени так что то он тут так опять нажмем вот теперь 0 грамм все здесь что у нас подсветка есть light нажимаем включается все легко это учитывает тару так единицы измерения мы можем менять я немного увеличил изображение тут старом и стоят давайте попытаемся изменить так чуть такое написано непонятно так и караты так дальше это у нас функции граммы ну вот это я не понял что за единицы измерения так померим батарейку крона так 3496 грамма отлично займемся с помощью этих весов подсчетом количества детали вообще водка детали такие до рассыпи которые их считать муторное дело и многие отказываются это делать но этого нельзя допускать потому что нам могут не доложить ради детали как бы вот поэтому выход есть вот берем эти весы сначала тару возьмем давайте включим их вот она тара будет у нас нажимаем кнопку тар обнуляется вот здесь ровно 25 штук светодиодов согласно инструкции нужно положить 25 теперь мы нажимаем кнопку вот эту держим вот и он пишет 25 до мы согласны поэтому можно выбрать другое количество в 75 100 но мы выбираем 25 отлично все нормально нажимаем кнопку этот он пишет что у нас 25 штук теперь если мы заберем несколько штук отсюда давайте заберем две штуки забрал 23 отлично так добавляем сюда вот чтобы честно все было смотрим так сколько у меня тут на руках 59 штук а вот это нестандартный попался тут тогда восемь штук остается 8 давайте посмотрим правильно неправильно посчитать 33 замечательно ну вот эту кучу добавлю посмотрим сколько получится тут ради детали вот и ради детали у нас ровно 56 я сейчас проверю и подтвержу правильно они считают или неправильно все пересчитал все отлично 56 штук ровно так что мы сэкономим огромное количество времени на подсчет вот эти детали раньше приходилось представляете пачка приходит тысячу штук и что мне делать с этим да так что вы хочу из весы они еще называются кухонными у нас тут у нас инструкции есть все тут как бы до 5 килограммов можно мерить точностью один грамм бывают другие весы но мне нужен вот именно такие есть калибровка систем калибровки но калибровки у меня образца нету дави нужна гирька который точная и мы можем откалибровать данное устройство возможно она и не понадобится включаете естественно вот этой кнопкой включаем смотрим так 0 единицы измерений у нас граммы унции так это фунты вот здесь фунты есть так граммы унции и фунты и все почему то так мало ну ладно в принципе кроме граммов нам ничего не надо килограммы понятно будет здесь мы это все умножить разделим на тысячу получим килограммов берем нашу батарейку точно также показывает как те предыдущие весы 35 грамм ровно наша батарейка взвешиваем измерим вот такой приборчик сколько он весит будет 123 грамма и с помощью этих весов подтвердим они действительно 123 весят или нет вот давайте включим их и посмотрим 123 грамма так что-то а единицы измерений сбился нас давайте поставим нормально единицы измерения граммах 123 можно сказать грамма все отлично ведь это все хорошо работает сопоставляя весы друг с другом мы можем подтвердить их точность их результаты ведь они не изговаривались там эти весы поэтому мы вот таким образом подтверждаем правильность показаний к счастью никакой кроны тут нету распространенные по такие весы эти весы можно 10 до 40 килограмм чемодан запросто вот давайте включим батарейки посмотрите какие тут должны быть и штуки я их сейчас добавлю добавил две батарейки все здесь это все вытаскивается хорошо придумано очень удобно вот эта держалка все закрываем не давайте включать ее включаем да он уже включился час 0 обнулился так тут тоже тара есть есть мешок какой-то подвешиваем до нажимаем обнуляем очень понятно но единицы измерения у нас тут фунты джин и это китайские единицы измерений и интересно что они где-то пол килограмма и в китае можно как бы лохануться если подойти цены смотрим они в джиннах измеряет на самом деле надо будет умножать на 2 чтобы получить один килограмм ну и умцы и тут есть вот килограммы китайские функции все нормально функции применяются для измерения золота но конечно кто будет мерить золото вот с такими весами это разве что миллиардер какой-то олигарх вот ему такой понадобится выключается предельностью просто давайте что-нибудь померим этими сами вот я положил наш люсометр так так обмотай как нет сначала надо включить его иначе у нас будет ошибка так давайте включим вот включаем 0 обновился и теперь только мы можем его зацепить за крюк вот я вот так намотаю быстренько нам только один раз измерить и все и у нас 120 сейчас посмотрим 123 грамма так 100 120 грамм показывает то есть три грамма ошибка есть нужно наверно откалибровать но для таких весов это точность хорошая почему потому что в принципе это границы нижние границы измерения так и он измеряет килограммами большими так что 120 грамм что он измерил это на три грамма скажем ошибся чуть меньше может трех грамм это для этих весов неплохо ну чтож что я могу сказать все весы нормальные ими будем пользоваться для разных целей разные весы тут понадобится так что в принципе я всем доволен ибо сейчас бы не передумал покупать как бы эти весы то есть если вернуть время я бы опять эти же три прибора бы купил так что могу и рекомендовать вам покупать эти приборы тем более отзывы на сайте может посмотреть очень хорошие очень много видео по этим весам сняты так что весы нормальные за свои цены еще учитывая цены наверно все все в тройка это не будет превышать 10 долларов так что за такие цены покупать такие приборы замечательные отличная идея спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал будет много что интересного